РУС-ТВ и Кольцо Патриотических Ресурсов представляют Михаил Хазин о мировом кризисе и о причинах дефолта в США. Колоссальные накопленные долги. О незавидной судьбе американской валюты. Долгеры неамериканской банковской системы существуют в мире. И о неизбежности краха действующей модели капитализма. Сделать тут нельзя ничего. Теперь вопрос. Почему образовалась такая система? Почему это произошло именно сегодня? Почему это не произошло вчера? Почему это не произошло через три года? На этот вопрос тоже имеется ответ. Ответ следующий. Это все произошло в процессе 70-х, в начале 70-х годов, когда в США был очень жесткий экономический год. В 1971-м году в США объявили тифу, отказавшись от золотого содержания в доме. Ну, собственно, до 1971-го года любой обладатель зеленой бумажки мог прийти в американское контактничество, искать и менять ее на золото. Фиксированного курса в 1971-м году этот обмен был отменен. И США в одностороннем порядке отказались от своих обязательств. Это и есть дефолт. Разумеется, они сами очень не любят об этом вспоминать. То есть они слово дефолт употребляют по отношению ко всем другим странам, но не по отношению к себе. Но от этого дефолт не перестает быть дефолтом. Дальше, 72-й, 73-й год, Соединенные Штаты Америки проигрывают войну во Вьетнаме. 73-й, 74-й год, нефтяной кризис. Дальше начинается стакфляция, то есть в период высокой эвакуации с одновременным падением в экономике. И в этот момент руководство США оказалось перед ситуацией, ну, в общем, критической. Если почитать американских политологов тех лет, то они открыто говорят о том, что Соединенные Штаты Америки проиграли экономическое заранее. Я не буду сейчас сдаваться в детали, потому что в начале 70-х я еще выходил в школу. Младшие классы. И, конечно же, всего этого не помню. Я газет тогда не читал. Когда я стал отчитать, в общем, уже эта тема ушла. Я поступил в Ярославский университет в 1979-м году. И сегодня задним числом можно делать разные выводы. У меня на сайте. Вот кризис.ру. На Мулказисе, вместе, на первой странице, ссылка на мой текст, называется, кажется, «Распадность цели мирового разделения труда». Потом я эту тему более-менее подробно анализировал. Но дело не в этом. Дело в том, что тогда был абсолютно очевиден, сегментом Штатов Америки, что надо любой ценой запустить новую технологическую волну. Ту волну, которую мы сегодня называем информационными технологиями. Она, разумеется, они еще не знают, какой будет эта волна. Для этого, ну, смотрите сами, когда у людей падает зарплата, то рассчитывать на то, что они будут покупать разные глупости, не приходится. Громо говоря, если вы не знаете, хватит ли у вас денег завтра, чтобы заплатить по кредиту на квартиру, или сумеете вы за три года накопить денег достаточно, чтобы ваш ребенок мог учиться в колледже, вы не будете покупать разные глупые игрушки типа персонального компьютера. Это глупость и несусловие. Значит, человеку нужно денег дать, чтобы он эти игрушки покупал, потому что если их не покупать, то соответствующая технологическая волна не пойдет. Вопрос, как дать денег? Если просто дать денег, ну, если я слышал от этого, человек начнет пить, гулять, вообще разрукаться. Значит, надо ему дать кредит, чтобы он чувствовал ответственность. Но если человеку дать денег в кредит на три года или на пять лет, то в этом случае, вот когда он все деньги вернет, то выяснится, что его спрос в целом упал, а не вырос. Потому что он вернул не только то, что ему дали, но еще и процент. В общей сложности он потратил меньше, чем он бы потратил, если бы он кредиты не брал. Значит, нужно создать такую систему, чтобы люди могли все время брать кредиты и все время увеличивать свой спрос. Потому что для того, чтобы запустить технологическую волну, нужно не два года, а лет 10, а лет 15, а лет 15. Такая система была придумана и ее условно можно описать на каком-то историке. Представьте себе, но вы еще молодые, вам это не поймете. Я с вами много историк примерно так. Приходит, не гибридина, домой, открывает дверь, а на проеке встречает жены, которые не могли бы все. Дорогой у нас трагедия. Ну, варианты трагедии могут быть разные. Например, там, в мою новую машину вверх какой-то идет, или ты купил на неправильную машину и вверх вверх в стенку. Ну, или по-простому, давайте, у нас ломалась стиральная машина. У нас ломалась стиральная машина, и стиральная машина человек же не может это исключено, поэтому срочно беги, чтобы завтра-утро была стиральная машина. Ну, как же так? Говорит герой, у меня нет денег, я не готов покупать, если не обещать стиральную машину. Чего не знаю, грозная джина, завтра должна быть стиральная машина. Он выходит из подъезда грузный и тут видит над соседним подъезда над банком. Такой-банк не подходит менеджер, спрашивает, там хороший менеджер, поскольку это сказка, а менеджер хороший. Представляете? Чем вы можете нам помочь? Он, разводя на карту, у меня будет стиральная машина. Нет проблем. За соседней стенкой магазин по продаже металлотехнической, любую стиральную машину, но один вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вы можете нам дать день в год, чтобы это не подорвало ваш выжим. Он говорит, я могу вам платить тысячу рублей в год. Отлично, говорит Мария. Тогда мы вам можем предложить, у нас сейчас стоимость кандидата от тела 20%. То есть мы должны, если мы вам даем деньги, мы должны от вас получить плюс 20%. Если вы можете платить тысячу, а надо вам стиральную машину 5 тысяч, то мы вам предлагаем такие условия. Мы вам даем 5 тысяч рублей кредита на 6 килограмм. Получается сколько? Цена 60% в год. Значит, вы нам платите по тысяче рублей в течение 6 лет. Первый год тысяча за процент и еще 5 лет по тысяче это тело кредита. Вас устраивает? Да, говорит наш герой. Ему дают 5 тысяч рублей и приносят на следующий день стиральную машину. Мир и счастье в семье восстановлено проходит год, и он с тысячи рублей приходит в банк. У него забирают тысячу гэта. Вы знаете, в стране экономический бунт. Все растет как на дрожжах, поэтому мы снижаем стоимость кредита. И теперь у нас не 20%, а 10%. Поэтому на те же условия тысячу рублей в год мы вам можем дать 10 тысяч рублей кредита. Вы соответственно пятью тысячами погасите предыдущий кредит, мы закрываем его большими. А еще пять тысяч вы можете погасить на себя, купите своей жене последовательную бунт. Он страшно довольный, берет кредит в 10 тысяч. Газ пять, на пять покупает жене особо большиную машину, приходит через год с тысячи рублей процентами по десятитысячному кредиту. У него забирают тысячу лет вы очень хороший клиент. У вас идеальная кредитная стоимость. Вы безупречно расплачивайтесь по всем протяжатам. По этой причине исключительно для вас пять процентов. Поэтому мы можем дать кредит на тех же условиях тысячу рублей более. Двадцать тысяч. Десять тысяч вы касаете предыдущий кредит, десять тысяч покупает вежиме шпухатель. Хорошо, он берет кредит двадцать тысяч, десять тысяч гайз предыдущий бедит, через год приходится тысяча. У него заправляют тысячи лет, вы знаете, вы выиграли в банковском лотерею. Эксклюзивно для вас двадцать процентов. Берите сорок тысяч. А теперь смотрите, он платит только процентов. Его годовые выплаты не меняются. Его потребление все время растет. и единственная неприятность непрерывно растет. Если вы посмотрите на график стоимости кредитов современных штатов экономики, на график учетной ставки Федеральной Резервной Системы Существующих, в 1981 году учетная ставка была 19%. В конце 2008 года она стала равной 0. В этот момент кризис стал неизбежным. На самом деле, поскольку речь идет о коммерческом кризисе, который чуть больше учет осталось. Все началось чуть-чуть раньше. Вторая из 30-летней ипотеки в Соединенных Штатах Америки достигла увеличения 5,5% в 2003 году. И после этого снижаться перестало. С 2003 года в американской экономике начались реальные кризисные процессы. Поэтому если вам кто начнет объяснять, что он специалист на кризисе, вы ему попросите предъявить текст по поводу неизбежности кризиса, написанные до 2003 года. Те, кто до 2003 года не написал, но в лучшем случае кому-то про кризис прочитал. А в случае он не начальник для меня разбирался, а просто занимается стабилизацией. Вот это картина, в которой мы сегодня находимся. теперь вопрос, а какие за это время накопились неприятности? Смотрите, почти 30 лет с 81 года людям давали в кредит деньги и позволяли эти кредиты не отдавать, а все время их анонсировать, долг накапливаться. Вопрос, что получилось в результате? В результате получилось следующее. Первое, поскольку людям все время давали в кредит, то объем долга приходящегося на одно домохозяйство, на одну семью, все время рост. И если до начала всех этих кризисов, еще в 60-е годы, объем долга домохозяйства по отношению к его бытовому доходу был не больше 50%, то американские семьи не брали в долг больше половины своего годового долга, то после, вот сейчас, этот объем составляет 130%, он вырос в два семья и проблема не в том, что эти долги нужно отдавать, потому что теоретически их можно рефинансировать, проблема состоит в том, что вы не можете больше этим людям давать деньги, потому что уже понятно, что они их не смогут вернуть. проблема американской экономики не в том, что у них большие долги, а проблема в том, что они стимулировали экономику наращивания долга. Если мы останавливаем рост долга, мы останавливаем рост экономики. Вторая проблема американской экономики это снижение сбережений. Естественная норма сбережений в США была около 10%. Это немного, потому что средняя зарплата в Соединенных Штатах Америки 40 тысяч долларов в год. Средний годовой доход домохозяйства на начале в месяц составлял 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов, потому что в половине семей работали два члена семьи, а в половине один. 60 тысяч при норме сбережений 10% это 6 тысяч долларов в год. Прикиньте, много это 6 тысяч? С московским метров. По большому счету на двух есть что? Что такое, если представишь такое 60 долларов? А, ну я могу сказать, пожалуйста, это стоимость покупки полного комплекта мебели в среднюю московскую кухню, которая метров 10 квадратных. Это будет 6 тысяч долларов. И понятно, что когда у вас, из-за того, что вы же когда кредитом даете, увеличиваете количество денег экономики. Все эти деньги должны где-то концентрироваться, они концентрироваются в разных сетах, в том числе и движенности. То есть стоимость вашей квартиры растет, ну как в Москве. Вчера она была 150 тысяч долларов, завтра 180, послезавтра 210, и в этой ситуации сберегать 6 тысяч какой-то анонсенс. В результате произошли две вещи. Первое. У вас все те деньги, которые раньше сберегались, пошли в потребление, а также в потребление пошли те деньги, которые вы получаете. В результате что получается? Значит, рост долговой нагрузки на домохозяйство до начала кризиса составлял где-то 10% в год. Суммарный долг домохозяйства 15 триллионов долларов. Значит, последние годы перед кризисом домохозяйства получали 1,5 триллиона долларов. И все это, что он в потребление? Сейчас кризис, эти 1,5 триллиона из потребления вылетают. И не сразу скажем, но и постепенно. Давайте другую сторону смотреть. Сбережения были 10% до начала бума, до начала экономики в период пика они составляли минус 5%. 15% они, конечно, снова поднимутся. Еще минус 15% от реально располагаемых доходов населения. Реально располагаемые доходы населения США 11 триллионов 15% подойдутся и не будете молочиться. Еще полтора триллиона. Итого получается, что общий уровень спроса в Соединенных Штатах Америки упадет при том кризиса как минимум на триллион. Как минимум, потому что если у вас падает спрос, то падают и доходы, потому что предприятия денег не получают, и они, естественно, не платят за арху доходы. Соответственно, у них падают доходы. Что такое сокращение спроса на триллион. Ведь этот спрос уже учтен в капитализации компании. То есть у вас каждый год капитализация будет падать на триллион в год. Если капитализация была средний доход компании на 6-7 лет вперед, как для компании, которые входят в S&P до 500, то у вас соответственно капитализация американского фондового рынка должна упасть на сколько там 3,6-18. Ну, где-то на 18-20 триллионов в год. Более того, все эти компании закредитованы лет на 5 вперед под будущие доходы. Если они закредитованы лет на 5, что тоже вполне правдоподобная гипотеза, то у вас потенциальный объем плохих долгов, то есть тех кредитов, которые никогда не будут возвращены банкам, составляют 3,5-15 триллионов в год. То есть у вас на протяжении 5 лет каждый год банки будут получать информацию, что уже выданные кредиты общим объемом 3 триллионов вручены не будут. Это тоже катастрофы. Весь ужас 2008 года осенью это списание жалких полутора километров. А тут вечер двадцатая причина в десять раз больше. Это полная катастрофа. Есть наконец катастрофа самая страшная. Что такое система, при которой у вас спрос определяется кредитованием? И производство определяется тем, получает ли это производство дошелых книг. Это система, в которой правильные игры определяет кредитор, то есть банк. И вообще вся финансовая система. Вопрос. А получила ли финансовая система от таких возможностей какие-то пироги и пыши? Ответ. Получила. До пятидесятого года в Соединенных Штатах Америки доля финансового сектора в прибылях корпораций составляла жалкие десять процентов. Основная прибыль была реальным сектором, реальным производством. А сегодня доля финансового сектора составляет больше пятидесяти процентов. То есть финансовый сектор получает больше половины всего общественного пирога, который образуется в экономике. И когда сегодня президент Семенов Штат в Америке Обама говорит банке, что ребята, надо расплачиваться. Вы получали свой дополнительный кусок не просто так, не бесплатно. Вы его получали за то, что вы своим механизмом кредитования обеспечивали экономический рост. Сегодня рост закончился. это значит, что вам нужно отдать обратно тот кусок, который вы получили. Но это означает для банков падение доли прибылей в пять раз, а с учетом того, что будет сокращаться общий пирог, в абсолютном выражении это составит десять раз. Что получается, что банк, в котором сегодня работает пара сотен человек, в котором средняя зарплата раза в три в четыре выше, чем средняя по стране, в котором соответственно топ-менеджер получает миллионные бонусы и раздружает взрослойства. Должны вернуться к ситуации девятнадцатого века, когда у них был офис, в котором сидело пять человек? Да никогда! Да не сожгут весь мир! Но не позволят отобрать никто, что считает своими. Вот это та проблема, с которой сегодня столкнулась руководств принятиято посредневного калюрики и общего силы мы. Это примерно то же самое, что сегодня вызвать в Кремль руководство доставлено искать, ребята, все, завтрашнего дня ездить будете в Жигулях и возвращаетесь в свой офис около метро власти в 50-х году в конце вечера. Такое ощущение пошло. Но не революцию пошло. Вот это ситуация, в которой мы сегодня находимся. Будет ли это завтра или будет ли это после завтра? Это вопрос, на который сегодня ответить невозможно. Потому что какой-то ресурс у системы есть всегда. Даже если вы понимаете, что ваша компания сегодня выключена, вы все равно можете предъявить, что если вы будете грамотно распределять, тут вы немножко недоплатите работникам, там вы немножко задержите подвижи поставщикам, здесь вы перекредитуетесь в дружественном банке и можете еще в таком состоянии убыточном еще продержаться скажем два года. Вы можете в Юйбе открыться сегодня, а можете продержаться еще два-два года. И вот то, чем сейчас занимаются в США, они тягут. Вот этого ситуация не улучшит. Потому что все проблемы, я уже говорил, спрос должен упасть на три триллиона, только сегодня. спрос превышает реальное расположение дохода населения на три триллиона. А если учесть, что они будут падать, то суммарный итог этого ставления составит где-то шесть триллионов. При том, что сегодня совокупный спрос в США где-то в районе десяти, один триллион долларов. То есть на самом деле американская экономика упадет где-то на шестьдесят процентов. Европейская в два раза мировая упадет на тридцать пять сотен. То есть мировая экономика будет в состоянии в ком была американская экономика во время Великой депрессии. Кто-то сказал, этого быть не может. Дело в том, что во время Великой депрессии в триллион годе спад американской экономики составил примерно 35%. В реальном выражении в номинале больше того, что была депрессия. Но тогда доля реального сектора американской экономики составляла около 80% а промышленности 70%. Сегодня доля промышленности составляет американской экономики 17-18% и очень меньше 20%. А реальный сектор около 30%. А все остальное это надутый финансовый сектор. финансовые услуги. И спад во время этого кризиса будет такой. реальный сектор упадет на те же 35% которые упал тогда. А финансовый сектор упадет 4-5 раз а то и больше. Это будет зависеть от того как мы будем работать. упадет в этой ситуации на самом деле то что сегодня то что было в Соединенных Штатах Америки за последние 30 лет это был можно считать что рост рака и опухоли а можно еще считать что такая киста выросла которая уже по весу превышала остальную организму но ее как бы нужно вывозить и выкинули организму в целом станет легче людям которые работают в финансовом секторе а их очень много будет очень тяжело но представьте себе на секундочку московский офисный планктон который еще даже не окончил институт требовал для себя зарплату 40 тысяч рублей в месяц ему вдруг объясняет что единственная работа которая для него есть это конкурировать с таджиками по работе по улице за зарплату 12 тысяч и это хорошо если человеку 20 лет то у него нет проблем а если ему 26 то у него уже жена не убедит то как вот эта ситуация в которой мы находимся она достаточно сложная у нас есть масса своих проблем главное из которых состоит в том что мы уже почти исключительно на продаж нефть и газ с нефтью и газом будут проблемы среднецвешенная цена на рынке нефтяном где-то 40 долларов за балл очень очень хорошее интервью было где-то месяц три тому назад у Олег Перв руководителя руководителя он объяснил что понять какая нормальная цена на нефтяном рынке можно оценив тот объем нефти который уже из земли достали на потребителя еще не просто если этот объем растет значит цена выше чем в среднем по споталмолит если падает значит ниже в сегодняшней ситуации этот объем очень быстро растет уже 4-х месячный запас из земли добыт и в танкерах значит хранилище ждет продажи и соответственно по этой причине как только пузырь лопнет цена опустится где-то до 40 долларов теоретически можно их опустить и ниже есть планы в США я не знаю будут ли они реализованы это отдельный вопрос опустить цены до 10 долларов за баррель чтобы поддержать свой реальный сектор я уже говорил что сегодня реальный сектор в США находится под жутким давлением потому что повышать свои отпускные цены они не могут спрос падает а издержки растут потому что эффект инфляции по базовым товарам при этом в нашей стране идет какая-то фантасмогония понять политику наших денежных властей нормальный человек не может в конце 2008 года мы компания неакон в которой я работаю говорили о том что надо снижать рубль диванировать если мы его снизили до 45-50 то у нас уже весной 2009 начнется экономически нас тогда обменили во всех грехах Игнатик и Кудрин обрушились на нас не называя впрочем племенно в том что мы ничего не понимаем в результате рубль диванировали очень слабо после этого его даже поднимали в 2009 году но уже летом 2009 года заместители Кудрина устроили дикий шорох потому что стали резко падать поступления в бюджет они и не могли не упасть потому что в условиях усиления рубля наши предприятия начинают проигрывать конкурентную борьбу с импаком в результате в конце 2009 года мы услышали из рук господина Кудрина с чувством глубокого удовлетворения сказал примерно так да мы сделали ошибку в 2008 не додевальвировали рубль а в 2009 мы его слишком сильно укрепили не прошло и года как Кудрин понял что мы говорили год назад к сожалению поскольку этого не было сделано никакой поддержки не было поэтому я не исключаю что укрепление рубля сыграло свою важную роль в части падения российской промышленности в 2009 кг ну вот таких историй много на этом я свою лекцию закончу давайте я буду отвечать на вопросы м как оценивается экономической боникирующей финансовой парильщики в целом правительство Путина и, наверное, вот сейчас, насколько они адекватно реагируют на вот эти гранты, которые вы указали. Мне тут некоторое время, тому назад, я выступал перед некоторым, весьма квалифицированным собранием. Меня спросили, могу ли я спрогнозировать деятельность российского правительства. Я решил пошутить и сказал, знаете, вот, если вы читали плохие детективы, а иногда и хорошие, там регулярно такая сцена, значит, некоторый Вася совершенно случайно обнаруживает некоторое вредительство. Ну, в американских фильмах это вредительство ЦРУ, вот, ну, собственно, крепкий орешек, да, и всё. А, и когда те, кто организовывает вредительство, понимают, что какой-то там Вася что-то там узнал, то посылают некого серьёзного дядю ему объяснить, что он не был. И вдруг неожиданно этот Вася куда-то убегает, исчезает, в общем-то, не получается. И вот этот серьёзный дядя приходится, он вопросом пишет. Ну, как же так? Ты же крутой профессионал, что ж ты не справился с каким-то Вася? На что он, взводя руки, говорит, ну, невозможно понять многим профессионалам. Вот я, как сказать, о них у российского правительства, не могу. Практика американской экономики во время кризиса, когда было прошло много сил на развитие инфраструктуры дорог, энергозначенных объектов и других, эта практика может приработать у нас? Сработает ли она, если её сейчас реализовать, как, например, это помогло немножко в США? Ну, вы знаете, они начали забывать на дороге и всё остальное, в общем, уже после реального спа. То есть, если начали они ещё в процессе, но самое главное состоит в том, что, ну, вот смотрите, вот я не знаю, я иногда, я ещё не люблю читать жёлтую прессу, но иногда она не попадается. Вот я читал сегодня газету «Курлица», она мне попалась на халявку. На первой странице рассказ о том, что происходит грандиозный скандал, потому что в городе Сочи забивание сваи одной сваи стоит больше миллиона рублей. Соответственно, во всей стране все строительные компании стали в смертную стоимость забивания сваи забивать миллионы рублей за сваи. То есть, мужчины, мы пытаемся. Миллионы тридцать тысяч долларов. Да, я могу сказать. Конечно. Нам нужно отметить, что до начала строительства в Сочи, сваи стоила четыреста тысяч рублей. И вот миллион рублей, начало нам стало стоить миллион двести. Да, совершенно верно. Но вы раз повторяете. Вот в Америке, знаете, кто строил эти дороги? Президент США гумер, а потом президент США грузовый. Не знали, что делать с безработными и голодными, которые ещё имели наглость отдыхать с Богом. Во время Великой депрессии в США гумер было бы двух миллионов человек. И поэтому они создали ГУАГ – главное управление «Ингерия», которое занималось тем, что этих голодных и безработных собирало фунчку и заставляло их строить в дорогах. У нас они добывали никель в Карельске и золото на Чкотке, а в США они строили в дорогах. Зарплата у них была, её хватало на три виски, похлёбки. До тех пор, пока не будет таких безработных, и пока стоимость свая не будет ниже, не пойдёт. Вопрос такой вы слышали о проекте Северного моста. Тут, значит, в России хотят построить связующее цену между Америкой, то есть вдоль и поперёк железнодорожные мосты и тому подобное, дабы вывести страну из кризиса. Это, безусловно, вещь хорошая. Вопрос, кто будет строить? Видите? Миллионный слеплантон Московский. Кто даст денег? Каждая своя будет строить миллион рублей? Предстоится мостам нужно много, что сделать? Ну и так далее. Нет ответа. Кроме того, желания нет. Вы поймите, пока нефтяные компании и «Газпром» деньги дают, все считают, что всё хорошо. Но сегодня, при меньшей цене на них, дефицит бюджета покрывается за счёт сокращения резервных фондов. Резервные фонды в пессимистическом случае закончатся в начале следующего года, в туристическом конце следующего года. Что будем делать дальше? А если вот именно кризис случится, как Вы говорите, то, что много безработок будет, это стране поможет выйти из него? То есть, когда свадьба будет дешевле гораздо и безработок можно? СССР, это была страна, которая была центром технологической зоны. Вся её промышленность была выставлена исходя из расчётов на миллиард с лишним человек. Сегодня у нас, ну официально 140 миллионов, в реальности на территории страны живёт где-то 165-170, не считая Китая. Этого мало, мы не можем построить полный спектр современной промышленности. У нас для этого недостаточно нужно. В 1989 году СССР контролировали 40% мирового рынка самолётов. Две пятых всех самолётов, произведённых в мире благодарим, были произведены на СССР. Если бы мы не сохранили за собой этот рынок, мы бы сегодня только от этого рынка от продажи и обслуживали самолётов, получили денег примерно столько же, сколько от продажи нет. Самое страшное, что мы потеряли в конце 80-х, начале 90-х, мы потеряли рынок. Сегодня мы не можем делать ничего с людьми. А то, что можем, то выезжает за границей. Единственный шанс для нас – это изменение экономической модели. Изменения будет. Потому что та модель, которая сегодня существует, она существует только на искусственном стимулировании спроса. Фактически Соединённые Штаты Америки сегодня живут в 90-м году, как СССР жил в 90-м году. Большая часть населения ещё ничего не понимала. А люди опытные уже понимали – страны не будет, экономики не будут. То же самое ждёт Соединённые Штаты Америки. Экономика, которая рассчитана на то, что у неё 3 миллиарда потребителей, сузится до экономики, в которой полмиллиарда. То есть их ждёт точно так же техническая деградация, исчезновение ряда отраслей, т.е. и т.п. Обратите внимание. Космос, они уже одно. Космическая программа США заканчивается. И в этой ситуации мир, который сегодня представляет из собой единую систему разделения труда в центре Соединённых Штатов Америки и основанную на американском было, будет распадаться на части. И вот здесь надо понять, в какой части мы можем оказаться, как мы с этой частью будем поднимать действовать, как это всё будет действовать. Михаил Владимирович, скорейте, пожалуйста. Вот с индустриализацией понятно. Значит, у нас не получится поднять индустрию нашей страны. Пока нет. А что Вы скажете по поводу того, что наш президент собирается в Силиконовую долину в Подмосковье? Ну и с терминологией, как Вы относитесь к термину постиндустриальный? Ну, я не знаю, что это такое. Знаете, меня часто спрашивают, как Вы относитесь к модернизации и к инновациям. Я говорю, модернизация – это грант конституции, а инновация – от санации. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, как сегодня продать инновации. В Соединённых Штатах Америки это сделать уже давно не могут. Потому что невозможно. Для того, чтобы продать инновации, нужно расширяться. Расширяться некуда. Наоборот, начинается с ужин. Фактически, слиз, который сегодня – это реинкарнация кризиса 70-х годов. Когда у Вас падают доходы, Вы не будете покупать инновации. Это невозможно. Их продать это. Никто не будет летать на новых самолётах. Потому что это слишком дорого, когда количество пассажиров пассажиров уходит в два раза, а то и в три раза. Вот мир меняется радикально. Вот основная проблема сегодняшней жизни состоит вот в чём. На протяжении тридцати лет. А это, с точки зрения человеческой, это полтора поколения. Ну, даже, может быть, чуть-чуть больше. А с точки зрения образовательной, это два поколения. Потому что в образовании поколение – это лет тринадцать. Это когда твои ученики начинают, как бы, как мы говорим, когда приходят ученики, твои ученики. Вот за тридцать лет, вновь, два поколения людей, образованных в рамках вот этой вот модели экономики. Построены на трёх базовых принципах. Принцип первый – спрос всё время растёт. Принцип второй – денежное предложение или кредит всё время растёт. Принцип три – стоимость кредита всё время падает. И люди не могут уже отказаться от этих тридцать, потому что те, кто сегодня выходят из бизнес-школы, их учили люди, которые сами учились по этим женикалам. Никто уже не помнит, как будет дело экономика в шестидесятых годах. Я очень люблю задавать вопросы. Золотой век соединённых штатов Америки – шестидесятые годы. Какая была ставка налогообложений по доходу на налогу в США в шестидесятых годах? Максимально. На доход свыше трёх миллионов долларов годах. Кто знает? Чем молчат? 92%. Предыдущая ставка от двух до трёх миллионов – 87%. Если вы посмотрите на график средних зарплат Сыгром и Штраф Америки, они есть у меня на сайте «Дорог Крайз». Там есть на первой странице ссылка на текст на теорию туристов. То до начала семидесятых доходы населения непрерывно растут. Такая идущая вверх. Ну, почти прямая. Вот, а с тех пор изменилась модель. И уже понятно, что эта модель не жизнеспособна. Сначала у нас этот кризис, это разрушение старой модели. И болтанка пока не сформируется много. А потом уже можно будет говорить, какая это будет новая модель. Как она будет относиться к ритовому человеку, к менеджеру и так далее. К кому более лояльнее, кому более лояльнее. Вот модель регономики – это модель, лояльнее к менеджеру. Если мы посмотрим на уровень доходов, то мы обнаружили. Средние доходы американских граждан за последние 30 лет упали. Где-то на 5-8%. Весь рост спроса был за счет кредита. А вот доходы вверх и в 10% сильно выросли. То есть модель регономики – это была модель перекачивания денег под подавляющей частью населения 10% денег под оборудование. Уже понятно, что эта модель нежнеспособна. Вопрос – что делать с этими процентами богатых? Они не захотят отказываться от своих предметов. Мы знаем, в 1917 году в нашей стране это завершилось вертикальным физическим уничтожением – эти 10%. Чем это закончится на Западе сегодня, мы не знаем. Но катастрофы будут очень сильны. У нас, наверное, конечно, будет меньше. Потому что мы фактически перескочили пропасть, живая там. В Соединенные Штаты Америки сегодня вот спад, который их ждет резко, это то, что у нас было в 90-е годы. Дальше у них начнется спад уже некогда. Потому что он не хотел резко сделать, а потом начнется такой медленный депрессионный спад. Вот, вот, вот. Посмотрим, как они будут выкручивать. Я не знаю. Еще вопрос. Я не знаю, что у меня такой вопрос. Совершенно очевидно, что доллар терпит свой храк, и он не плудет с мирового как тоска. А вот есть информация о создании Северо-зооплотической церкви, которая войдет в Мексико в гадные карты США. И первое, что доллар не исчезает. И разрушается мировая финансовая система, построенная на доллар. Сам доллар, это антивайд. До тех пор, пока существуют церкви и церковные штаты Америки, есть доллар. Они, конечно, могут назвать эту валюту по-другому, но суть от этого не имеет. Что касается объединения, вот я говорил, мировая экономическая система, основанная на доллар, единая система разделения доллара, будет распадаться. Пока четко понятно, что будет три кусочка, дальше возможны варианты. Первый кусочек, который будет точен, это односаксонские страны. Это США, Канада, Великобритания, Австралия, Новой Зеландии. Основной вопрос, который для них стоит, это сумеют для них зазнащить себе Мексику. Если они это сделать и сумеют, то Латинская Америка сформировать свой, как бы, ценный и самодостаточный кластер не сумеет. А если Мексика отколется, то может получиться латиноамериканский кластер, в котором были две главные страны – Мексика и Бразилия. Нужно при этом понимать, что буквально несколько месяцев тому назад было совещание страны Латинской Америки, в которой они объявили о том, что хотят сделать новое объединение без Соединенных Штатов Америки. Вот Лига Американских Государств, она, грубо говоря, патронируется на США. И это совещание было в Мексике. Чему я сделал вывод, что Мексика, скорее всего, поедет не на север, а на юг. Но это пока то, что называется тиньет. Да. Что касается других кластеров, один из них – это Юго-Восточная Азия, а еще один – это может быть на базе Европы, но Европа сегодня самостоятельно, скорее всего, с проблемами не справится, ей нужен очень мощный геополитический союз. В этом смысле теоретически может быть кластер экономический. Еще десять лет назад можно было постановить эсэр в экономическом плане. Сегодня это уже невозможно, но можно пытаться создать кластер эсэр. Получится или не получится, это просто отдельно, поскольку в Европе и в России у власти находятся тройные ирганские религии. Ими еще будут звенеть баллы, чтобы они по себе сложные. Ну и еще отдельно, может быть, будет исландский кластер. А тут я просто не знаю. Что-то все убегают. На каких регионах? В России где есть меньше всего отразится? Куда лучше уехать? Я привожу к примеру. Те, кто бывают на юго-западную в России, кто-нибудь видел две абсолютно одинаковые формальные области? Очень похожие. Волгородскую и Кузовскую. Небо и земля. В одной сэкономика все замечательно, все дороги целые, все развивается, сельское хозяйство цветет, а в другой полный разум. Ну пожалуйста. Всего-навсего губернатор. А в Белоруссии есть? А? В Белоруссии есть. Батя-то Лукашенко величия. Тут все-таки всех интересует долг. Ну, знаете, как бы, это вещь бессмысленная, потому что мы ничего не знаем. Нет условия, на которых эти деньги взяты. Никак они обслуживаются. Ни всего остального. Пока долг наших корпораций составляет 200 миллиардов долларов. Если его предъявить, я не исключаю, что когда он реструктурировался в 2008 году, то одним из условий реструктуризации было то, чтобы курс рубля был, сильно не менялся. Если это так, тогда понятно, почему Центральный банк так себя не ведет и держит сильную руку. Но, может быть, таких условий не было. Я не знаю. И только в Биткоу не знаю. Идя к себе. Михаил Леонидович, все говорят, уже по моему правительству, всем стало ясно, что надо выползать из садевой экономики. Что надо что-то делать. Но дальше этого дела не идет. Вот представьте себе, что вы, ну хотя бы председатель правительства, что бы вы сделали вот в краткосрочном периоде для того, чтобы вытащить Россию хотя бы из этой ямы? Ну вот, первоочередные меры ваши. Ну, смотрите. Ну, во-первых, я бы сделал следующую вещь. Я бы просил всех членовиков принести две бумажки. Одна бумажка – это стоимость участия. Другая бумажка – это полученные доходы по спросу и налоговую инспекцию. Если выясняется, что в первой бумажке цифра больше, чем на второй, не надо уголовных дел, не надо суд, тюрьма себе. Мы просто не будем в этом члене. Я понимаю, что при этом у нас членовик останется замечательным. Ну и слава Богу, квалификация нынешних низкая, поэтому, соответственно, можно нанять много. Вот этих самых мальчиков и девочек, которые находятся в коммунистическом языке. Им объяснить чётко ему – будете брать землю, будут выгонять. Разумеется, нужно совершенно чётко понимать, что правительство первое, так называемое демократическое информатором Гайдара, оно целенаправленно создавало эту ситуацию. Они как-то были осмыслены и деньми криптографами. Цель такая была. Они, собственно, этого даже не скрывали. Вот. Там много было рано таких историй. Одна из них – по одного из министров Гайдаевских, про которого один мой знакомый, который тогда работал в Верховном Совете, говорил замечательную фразу. Когда я встречаю его в коридорах, выполняю советы, я инстинктивно хватаю из-за кошелек. Часто человек возглавляет один из крупных банков российских. И поэтому, как бы, в общем, у меня нету щитового банки. Приклика подачи. Вот. Что касается, что реально сделать? Нужно чётко, совершенно понимать. Мы не можем уже сегодня по колоссальному объюму товаров калькулировать, например, скитаю. Это невозможно. Либо мы должны закрывать границы жёстко, но у нас уже нету большого количества отрасли. В любом случае, сегодня российская экономика, как целая, не рентабельна. Она убыточна. Сегодня она татируется за счёт нефтяных газов и задоходов. Но для того, чтобы улучшить её рентабельно, чтобы можно было что-то реформировать, невозможно реформировать принципиально убыточное предприятие. Нужно его, как бы, иметь некоторые источники. Для этого необходимо сделать некоторые движения по пяти основным направлениям. Направление первое. Нужно избавиться от бытовой коррупции. Я сейчас не говорю про то, что у нас бюджетные расходы с бешеным откатом. Для оборонной промышленности, например, это катастрофа. А всё это тоже нужно, чтобы кто-то делать. Но надо убрать и вторую коррупцию, потому что это катастрофа для малого бизнеса. И среди. Значит, это первая проблема. А вторая проблема – это надо принципиально изменить налоговую и таможенную помыть. Если мы хотим какую-то отрасль вытащить, нужно закрывать её таможенными барьерами. Если мы хотим какую-то отрасль вытащить, мы должны так изменить налоговую систему, чтобы в этой отрасли налоги были минимальны. Если мы хотим развивать промышленность, нам нужно снижать тенденеры. Если мы хотим развивать малый и средний выгод, нам нужно снижать налоги на фонд «Разаровано-ТВ». Третья вещь – это кредитно-денежная политика. Нам нужно радикально менять саму модель счетований банковской системы. Сегодня для неё, будучи кредитом, это какая-то такая экзотика. Не на кредитах сегодня зарабатывают наши страны. Значит, надо менять всю систему построения банковской системы так, чтобы рублёвый кредит был, ну, не дороже аналогичного доллара. Прежде всего надо восстанавливать систему рефинансирования банковского рублёвого кредита, которое на сегодня не существует. У нас вся система рефинансирования выведена за пределы рефинансирования российской банковской системы. Система осуществляет федеральные взрывы системы США. У нас нету суверенности финансовой системы. И дальше ещё две вещи – это тарифы естественных монопольных. Которые, безусловно, нужно снижать. Опять же, жарточайшим образом бороться с коррупцией, соответствующей на краснях. И, наконец, нужно ввести более-менее качественную антимонопольную политику. Вот, собственно, пять основных направлений, которые мне кажутся в принципе. Ну, отдельно нам необходимо, безусловно, воссоздание системы подготовки кадров. Потому что, например, сегодня, если мы даже построили завод, то работать на нём некому. У нас нет ни рабочих, ни технологов, ни даже инженеров. У инженеров ещё можно надымать, но всё равно их нужно выучить. Потому что они на хорошем заводе работают. Кстати, для примера, кто знает, сколько американских рабочих в 30-х годах прошли через нашу экономику во время индустриации? Никто не знает. И строили, надо знать, 3-4 миллиона человек. Они приезжали сюда, здесь строились заводы, и они на этих заводах учили себе смену. То есть, Вы, как бы, из 3-ти лет? Ну, в 30-х годах. Что Вы можете сказать о государственной корпорации? В частности, нужны ли они в нашей стране в условиях кризиса и неактивности управления? Ну, как бы, понимаете, они создавали сфер три цели. Цель была, чтобы были инвестиции в тех сферах, где, значит, экономика и инвестиции считают нецелесообразными. Реально эти цели не достигнуты. Значит, корпорации эти нужно менять. Каким-то образом. Их форма, контроль за их работой. В реальности это чёрные. Первое, я не говорю про персонали на отдельных руководителях таких компаний при иностранном. Каковы Ваши оценки общей денежной массы долларами, да? И из них какая часть является евро-доллар, то есть за пределами Америки? Да, есть, я в веках есть. Значит, по разным оценкам. Объём до кризиса доллара масса в США был где-то 600-800 миллиардов. Ну да, наличие. А соответственно, за пределами где-то под 2 миллиардов миллионов. Приллионов? Да, 800 миллиардов под миллион. Сегодня только наличные денежные массы в США около 200 миллионов. Ну, наличие бумаги. Ещё раз повторяю. Это вопрос сложный. Разграбить о денежном обращении нужно долго. Как, например, что такое кредитный долг? У Вас банк выдаёт кредит. Этот кредит предприятие снова кладёт в банк. Банк снова выдаёт кредит. И так далее. Поэтому у Вас объём кредитных денег больше, чем объём изначальных наличных денег. Мультипликатор. Мультипликатор? Ну, вы знаете, я, на самом деле, не хочу сейчас признать все детали. Я был 2 года начальником департамента кредитного политика и медицинской экономики. Я многому могу про это рассказать. Но это не ответ на вопрос в этом режиме. Потому что это нужно читать отдельную лекцию, отдельную точку. Пока я могу сказать следующее, что в Соединённых Штатах Америки за последние 10 лет очень вырос кредитный мультипликатор. Отношение кредитных денег к наличным у них составляло около 10. При норме в американской экономике 5-6, а при нормальных условиях 3-4. По этой причине у них сейчас падает объём кредитный масс. Поскольку у них банки все друг другу недолжены, то в результате у них образуется крейс некридности, который компенсируется наличными и деньгами. По этой причине у некоторых банков в счетах очень большие наличные деньги. Например, у Сити Групп лежат до сотни миллиардов долларов в счетах. Это просто в виде кэша. Но долгов у них бегут, но ещё больше. Ну, грубо говоря, у них лежат 110 миллиардов. У кэша на счетах, а ФРС должны быть 1,3 миллиарда. Но точные цифры мы не знаем, ФРС это скрывает. У меня на сайте есть ссылка на допрос главного ревизора ФРС комиссии Конгресса, в которых его спрашивают, а правда, что Федеральная резервная система наложена кредит на последний год и выдала банк кредитов на 8 миллионов долларов? Он говорит, правда, первый раз слышу. И как он говорит? Нет возможности. Попытки Конгресса организовать ремиссию ФРС закончились неудачей. Субтитры делали. Ну, у меня центральный вопрос. Где и в чем конец решения? Темная украинская ночь и самую нужно припрятать. У вас жизненные цели. А какие? Ну, наверное, у любой женщины. Уметь хорошую семью, хорошую работу и целом детей. Это хорошо. Это правильно. Теперь вопрос. У вас консервативные цели. Поясни, теперь к лучшему. Я объясню, в чем дело. Потому что, вы знаете, есть люди, у которых если им дать 10 тысяч долларов, один их положит в банк за покупку машины через два года, другой купит на них золотых монет, приданые там своим дочери, которые еще могут не вернуться, а третий пойдет в казино в расчете времени еще 10 тысяч и проиграет. А надо четко, совершенно понимать, что цели бывают разные. Если вы хотите на квартиру, это одна быка. Если вы на машине, другая. То есть еще на что-то. И я когда читаю лекции того, как охранить сбережения, то мы эти все случаи очень подробно разбираем. Вот если речь идет о том, чтобы сохранить деньги надолго или, например, проще. Вот давайте. Как, какую вы планируете получать пенсию? Пенсию? Да. На пенсию вообще не хочу рассчитывать. Скорее всего, устраивать заработку на квартиры и с арендой, с задачей аренды не жить. На государственные рассчитывания. Это сильный ход. Знаете, представьте, основная проблема. Ну, я уже человек, так сказать, пожилой. И я должен думать о пенсии. Фактира у меня нет, я не заработаю. Вот. Так вот. Например, если речь идет о пенсии. То сегодня оптимальный пенсионный плат. С каждой заработной платы покупать золотую монетку. Ее складывать. Потом, когда пенсию выйдете, одну монетку продаете. И будет вам, соответственно, месячный дактор. Значит, если речь идет по вещах локальных. Опять-таки, еще раз повторяю. От объема взрослых. Какие у вас предпочтения, как говорится и все остальное. Совершенно разные стратегии. Одно абсолютно очевидно. Что если вы консерватор, то есть вы не хотите ничего не менять и перепрятать. То сегодня, наверное, оптимальнее, наверное, действительно, покупать золотые монеты. И не думать. Положили в банку. Закопали на огородку. Пускай она там лежит. Лет 20 или 50. Вот. Поскольку золото будет в цене всегда. Даже в СССР был рынок, на котором можно было продать золотые монеты и еще царское чекарство. И этот рынок был полулегальным. В том смысле, что человек, который продавал золотую монету, если он ее получил легально, никак его не нравится. И единственная страна, которая запретила гражданам владеть золотом, это были Соединенные Штаты Америки в 1933 году. До 1975 года американским гражданам было запрещено владеть золотом. Это вопрос о демократии. Все. Вот. Дальше в ряду. Вот. Кто-то занимается спекуляцией финансов. Кто-то отдает свои деньги Степану Димури. Мне просто позвонил один мой знакомый и сказал, честно, заработанный, ну там, какого-то количества денег, хочу отдать в управление Степану Димури. Я позвонил Степану и говорю, Степан, вот человек тебе хочет дать денег. Степан говорит, вот приветствую такие людей. Вот так вот. Ну вот. Вот. Поэтому не берутся. То есть, если вы хотите поговорить на эту тему всерьез, вряд ли у вас есть большие личные сбережения. Могут быть сбережения у родителей. Если хотите поговорить всерьез, то давайте разговариваем. И это будет, ну как раз, были, приходите на лекцию, вот, вот, в сбережении, там, я буду готовить, где-то, 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 где-то. Давай, где-то, где-то. Поскольку я уже говорил, да? Нет, еще полчаса, вот, давай, есть, хорошо. Пожалуйста. Ну вот свои прогнозы на 2020 год. Вы уделяете два сценария – дефекционные и инфекционные. В общем, сейчас прошло три месяца. Можно сказать, по какому сценарии сейчас развиваются события? Это первый вопрос. Второй. Вы говорили о том, что выбрана для России реализация инфекционного сценария. А как будет развиваться инфекция? Ну, неважно. Да. Значит, а... Ничего они не решили. Когда я был молодым, я учил детей в школе, в старшеплатики. И учил их не только там в азиатике, но и вообще, когда, как жить. Я с ними там в походы ходил, разговоры разговаривал. И вот, дети меня спрашивают. А вот скажи нам, Миша, про Леонидов, что самое страшное на смерти? Ну, кто говорит, какая самая страшная судьба? Дети, это быть импотентами. Дети, га-га-га. Дети, вы тупые, вы все время думаете об одном. Вдруг их надо, а высоко. Знаете, что такое импотент, дети? Ну, если о высоком, тогда они знают. Я говорю, что дети импотент, это человек, вся жизнедеятельность которого выражается глаголами несовершенного вида. То есть копать яму он может, а поручить ему выкопать яму метр на метр на метр нельзя, потому что либо она будет полметра на два метра, либо она будет заполнена водой, либо еще какое-нибудь безобразие будет. А если еще учесть, что я в молодости командовал вторым отрядом, то опыта, соответственно, взаимодействия с заседаниями, то опыта взаимодействия с разными импотентами у меня была цена включена. Это не только простой пример. Девочки, смотрите, вам за уши. Значит, историк, некий джентльмен, 24-х лет, аспирант, между прочим, ему надо на Беломорской биостанции МГУ выкопать канал из одного домика в другой домик под теплотрассу. Теплотрассу на Белом море строят так, роют канал, в нее кладут короб. Короб насыпают опилкой не до половины, потом кладут трубы, а потом насыпают опилкой лесного, потому что там скальные основания и заглубить в зиму на положение за второе метро невозможно. И он мне выкапывает канавку, я прихожу и пишу, вместо того, чтобы выкапать прямую канавку толщиной 75 сантиметров под короб, он выкапал канавку шириной полметра, вот так. Я ему говорю, ну вот как ты собираешься в эту канаву сувать короб? Неужели нельзя было взять шнурку, ее натянуть и по шнурке мыть? А он же крутой, у него там бригада, которая на него смотрит снизу вверх, он говорит, нет, мы выкапали хорошие канавки. Так я решил, что хватит с меня попрепираться, я говорю, вот тебе короб, а короба уже будет сделан, длиной клеток 8, 10-10 сбитых. Я говорю, вот, вон там устройство по изгибанию труб, вот тебе задача взять этот короб и изогнуть его под твою канавку. И всей твоей бригаде. Что значит я пришел, чтобы короба лежали с канавкой? Ну, очень истерика, выложит, как? Ну, это типичный пример импотент, чтобы было понятно, да? Вот он не может, а, еще одна история, вы же скоро будете устраиваться на год. Значит, первое, я окончил, я поступил в Ярославский университет, а окончил в Московский. И вот я пришел на работу. Первый тип. Моим начальником был Георгий Георгиевич Моимбурн. Младший сын бывшего председателя Совета министров СССР и, соответственно, приемник Старта, Георгий Максимович Моимбурн. И он мне говорит, Миша, а ему когда было где-то сорок шин, он мне говорит, Миша, вот скажи мне, пожалуйста, в чем главное достоинство молотова специальности? Ну, что главное достоинство молотова специальности? Ну, что главное достоинство молотова специальности? Это умение удовлетворить начальника. Если он не может удовлетворить начальника, то шансов у него нету никаких. А вам, молодой человек, смешно, а зря. Вся проблема состоит в том, что у вас... Как бы это сказать? Ну, ладно. Мне можно сразу в голове прочитать всякие разные истории, некоторые из которых разошли не сегодня. Приходим к следующему, попробуем. Философскую мунице я вам расскажу. Михаил Дмитриевич, скажите, пожалуйста, как вы могли бы оценить перспективы социально-ответственного бизнеса в России? Это первый вопрос. И второй вопрос. В 2005 году был принят закон о развитии особых экономических зон в Российской Федерации. Мы знаем, что сегодня все, что касается конечной гражданской продукции, не является конкурентоспособной на мировом рынке. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот четыре типа особых экономических зон, которые сегодня формируются в России, смогут ли они изменить к лучшему ситуацию в этом отношении? То есть повысят ли они конкурентоспособность экономики, отраслей, предприятий и конкретных видов продуктов? Не только материальных, но и спасибо. Социальная ответственность бизнеса, я считаю, что это глупость. Понимаете? Ну, грубо говоря, у каждой морфушки свои любки. Каждый должен заниматься своим делом. Понимаете? Приучать тигра есть травму. Для того, чтобы обеспечивать, значит, социальное его взаимодействие с коровкой, это неправильно. Потому что он ее все равно съест. Как только у него появится такая возможность. Задача бизнеса – получать прибыль. Если вы хотите, говорит, социальной ответственности, она может быть у человека, который живет в обществе. Мы говорим, ты бизнесмен, ты заработал много денег, где твоя социальная ответственность? Но не у компаний. Это очень важная вещь с моей точки зрения. И нужно при этом понимать, когда «Единая Россия» говорит о социальной ответственности бизнеса, то это на самом деле эфемизм. В реальности она говорит следующее – мы тут крутые, а вы нам еще не заплатили. Вот. Значит, по этой причине я считаю, что сама модель неправильная. Бизнес должен зарабатывать деньги. Государство должно создавать налоговую систему правильно. Государство должно помогать гражданам защищать свои права, чтобы граждане получали большую зарплату, чтобы она была легальная, ну и т.д. и т.д., чтобы были все страховки. Я приведу пример. Вот. У меня есть партнер. Вот. Компания «Мяку». У которого старшему сыну 23 года он работает в нашей компании, младшему сыну 20 лет он работает в нашей компании. Всего у него 5 сыновей, из них еще двое работают в нашей компании. Так вот, когда младший сын поступил в институт, его жена, Марина Александровна, пришла к нему и сказала – я свой долг исполнил. И теперь я хочу развлекаться, скажу вам. Давай, вперед! Развлекай меня. И мы ей придумали развлечение, мы создали профсоюз работников домашнего хозяйства 8 марта. 8 марта было 3 года. Этому профсоюзу. Значит, сайт у него проф. 8 марта. Можете посмотреть на интернет. За это время количество активных членов в нем 100 тысяч человек во всех регионах страны. Политические партии бегают за Мариной. Просто как бы непонятно, что с ними делать. Она уже встречалась с Дмитрием Антоновичем Медведевым. И соответственно, под это дело уже принято два закона. И еще какие-то будут... Она занимается очень важной и полезной деятельностью. В том числе, например, помогает... Ну вот вы знаете, например, что у нас в выпускниках в детском доме полагается в доме. Квартира или в доме. Вы понимаете, что когда они выходят в детском доме, то эти все квартиры, площадь или в доме. Ну и еще много чего. Вот. И вот, соответственно, это как бы работа. Вот это вещь серьезная. Профсоюз защищает интересы граждан перед государством, перед работодателем. Вот это вещь понятная и осмысленная. А социальная ответственность бизнеса — это абстракция. Я в этом не верю. А вот что касается особенных зон, Вы понимаете, особые зоны — это в некотором смысле попытка реализовать китайский метод выхода на строение экономики. Мы опоздали. Это надо было делать давно. Это надо было делать иначе. И я думаю, что на сегодня это мертвый рожден. Как вы хотите. У меня вопрос тоже о зоне, но не особо экономической. А о зоне, называемой силиконовой долине, которую планируется делать в Москове. Насколько это эффективно и насколько это вообще реализуемо. Как только я услышал про сколков, там у многих олигархов земли, которые бы они хотели продать, а их никто не купит. А в нынешней ситуации по цирику. А под Кремлевый овраг их губит государство. О, удача. А потом меня простите, когда назначается руководителем проекта Виксельберг. Кто такой Виксельберг? Представитель Рошельба в России. Но он может утащить все проекты для Рошельба. Может. Верит. Еще чего-нибудь. Но в то, что он будет делать какую-нибудь там... Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу Данченко не верит. Нет, это мое личное, частное мнение. Я буду рад, если я ошибаюсь. Какое для России место после мирового кризиса, если вы допустите производство, так во всем мире будет сильно падать. Если весь список взять страны, мы в каком месте будем находиться, то по всем показателям основным. А это наоборот. А это наоборот, 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 наоборот. Нет, это 63-е. Допустим, это же желание может начаться война, если мы не сможем так расправлять штат. Знаете, мне предпринимают историю про отношение одного христианина с Богом. Ангел от него спускается на небес. Знаешь, я тебе показание получил, я любое желание исполняю, но с одним условием. Соседа будет в два раза больше. Вырви мне один глаз. Какая разница, какое нет. Если мы завтра выглядим лучше, чем сегодня, а только не завтра лучше, чем завтра, какая разница, на какую минуту. Тут у меня, в этом смысле, железные позиции. Я привожу пример. До сих пор российская экономика по масштабам формально входит в шестерку целого поля. У нас очень высокая доля теневой экономики. Если пересчитать по паритету покупательной способности в нашей экономике, то мы там, грубо говоря, ну, может быть, за Францией, но впереди Италия и так точно. Для Британии это тоже не очень понятно. Ну и что? Сама мысль. Я не знаю. Мне кажется, что последние года два мы живем все хуже и хуже. Ну, то есть, я лично живу лучше, но я специалист по кризису. Я не знаю, как, для сапога идем. Просто. Да и то он не сильно лучше. А люди-то живут все хуже и хуже. И это неправильно. По Вашему мнению, какова она профессия будущего? Ну, на что, например, лучше студенту, правильно, и логичный вопрос, на что нам ориентироваться? С кем нам быть, чтобы иметь зарплату, да, чтобы появить рабочие места? Хороший. Ну, прежде всего, нужно... У школы вы чему-то учитесь, в этом надо разобраться. Я приведу пример. Наша компания растет. Мы набираем победы. К нам приходят мальчики и девушки. Через нас прошло вот человек 20 мальчиков. И практически всех мы выбираем. Не потому, что они в классе, не работают, еще чего-то. А из-за того, что эти ребята, которые формально имеют экономическое образование, на самом деле, экономики не знают. Они не знают типовые методы, работают со статистикой. Они не знают типовых слов. Они не понимают, как устроена финансы. Они не понимают, как устроена бухгалтерия. Вот те, которые это знают, мы их можем выучить и протащить на более высокий уровень. А учить их тому, что теоретически они должны выучить в институте, мы не можем. Но это невозможно. Но нет. Прежде всего, у школьного выбора, если вы какую-то специальность, то в ней нужно выучиться. Хорошее образование никогда не пропадет. Это первое. Второе. В условиях кризиса половин специалистов влазит меньше, а хорошие платы больше. Совершенно банальные причины. Знаете анекдот про Лора, Дора, Жора? Вы видите? Ну, соответственно, что на любой работе есть Лоры, Доры, Жоры, Иисус. Лоры — это любовницы ответственных работ. Доры — это дети ответственных работ. Жоры — это жорные ответственные работ. А суки — это случайные уцелевшие люди, а целые исполнители. Вот надо четко совершенно понимать. Пока все хорошо, в правилах игры определяют Лоры, Доры и Жоры. А когда все плохо, то квалифицированные исполнители начинают очень высоко цениться. Никто их никуда не выиграет. Более того, и зарплату будут повышать. Потому что если вы выиграете, если у вас там в отделе работают десять человек, из них только два исполнителя, то уволив восемь, ну пускай семь, одного, одну Лору иногда оставить, поскольку это снизу, значит, то можно сократить фонд заработной платы в три раза, и поднять квалифицированную исполнительную заплату в полтора, и они будут заработать за всех как раньше. Им даже оттанет легче, поскольку интригами никто не будет заработать. Поэтому квалифицированным специалистам платить будут всегда. Другое дело, что есть проблема — как стать квалифицированным специалистом? Любой ценой прорываетесь, еще пока не закончили институт, прорываетесь на практику, когда вы занимаетесь. Для того, чтобы понять, как вообще жизнь устроена. Я бы вам рассказал сейчас, вы кто про жизнь не знаете, но там есть это личное слово. Это мне не нужно, это будет. Напоследок, вы рассказали мне личное слово? Да, да, да. История такая, чтобы вы понимали. Год, так примерно, 1986-й. Советская школа, которой никто матом не ругается, и вообще неприличный слов не произносит. Где-то сейчас птиков и не знают. Некто. И вот, я веду таких детей в май месяц, в майские праздники, в поход в Крым. Группа 25-30 десятиклассников в отпускной класс. Последнее счастье перед экзаменом, сначала школьным, а потом вступительным. Трое и четверо студентов, которым года двадцать, двадцать один, в тридцать четвертый класс. И двое, еще более старших, я его уторожаю. Значит, мы ведем в шайку, в поход, и среди тех, которым двадцать в акцент оказывается один мальчик, которого зовут Андрей Ильич, сейчас он намерен уже, который страшный баунок, просто жутец. И он охмуляет всех барышей по оптовой грознице, барышней млеют, одноклассники этих барышей, скрижищи дзубами, ничего сделать не могут, потому что шестнадцать, семнадцать лет и двадцать, это просто. И вот так продолжается, сначала мы едем в поезде, потом мы идем, значит, по Крыму, потом в Ела, и вот мы уже подошли к спуску, к южному берегу, мы стоим в лагере, там до обрыва метров двести, уже даже море можно будет, если чуть-чуть попройти. Вечер, садится солнце, все уже поужинали, пьют чай, в такое умиротворенное настроение Андрей Ильич заливается с лавой. И он, как и барышней, отдельно анекдоты рассказывает, еще чего-то, и в некоторый момент он делает паузу. Не то, значит, вон, заплуждах не будет, не тот человек уйдет, а это один из школьников по имени Леня. Ему говорят, а вот знаешь, Андрей, ты вот тут вот все выпендриваешься, а жизни-то ты не знаешь. Нужно понимать, что такое любви. Это такой интеллигентный до посинения еврейский мальчик, худенький, сутуленький, с вот такими подселенными стеклами очков. Невероятный задумок, просто невероятный. Когда ему было 4 года, и он решил, что он станет машинистом, паровозиком, вот вместо того, чтобы просить папу и маму купить ему паровозик, он взял двоюродного брата, который учился именить учебники, и учил их визу. По этой причине, пока мы ехали в Крым, он всех достал. Подъясняя, как паровозики ходят, как они отменяются сигналами, где у них меняется машинистка, что означает, сигналы всегда будут. Все от него уже бежали. Но, поскольку он еврейский мальчик, то он очень умный мальчик. Мы понимаем, что такое занудный еврейский мальчик. Он окончен миссис и уехал в Америку. Пять лет он сидел на гранте американского правительства. 20 тысяч долларов в год. Не делал вообще ничего. Он эксперимент стал. Сколько лет ему будут полить американское правительство? Ничего нет. В последние 2 года мы приходили на научный руководитель, кто же еврей, но американец. Говорил, Ленечка, ну напиши хоть что-нибудь, я тебе беру грант еще. Я говорю, нет, не люблю. Это принципиальная позиция. Когда наконец американское правительство ему сказало, все, все, больше не дадим, он в тот же день пошел на Уолстый и устроился там на работу за 250 тысяч долларов. Честно говоря, это была принципиальная позиция. Ну вот, и вот, значит, он человек, который, значит, молчит, молчит, но иногда такой станет, что все лежат. И вот, значит, Леня говорит, что вот, Андрей Ильич, ты вот тут вот пендриваешься о жизни, ты не знаешь? Андрей Ильич, Леня до этого не знал. Ты не понял, что сейчас будет. Зато все, кто Леня не знал, его одноклассники и одноклассницы, тут же, значит, тушеного отстреля, ну что понял? Учал 2-10. А почему это я не знаю в жизни? Спросил Андрей Ильич, попавшись на репризу. На что, значит, ему Леня говорит, ну вот, Андрей Ильич, а ты тут знаешь, где он проводил? Все легли. Во-первых, от неожиданности, поскольку таких слов никто в школе не знает. Во-вторых, потому что все поняли, что если кто это и знает, то Леня. Кто на вознике знает всё. А в третьих, все поняли, что Андрей Ильич этого точно не знает. Учал, что Андрей Ильич говорил, где-то минуты три он ничего сказать не может, а все лежат. Во-вторых, после этого Андрей Ильич сейчас получился тотальный облом. Потому что даже те ваннышки, которые ему симпатизировали, не могли упустить случай, когда он сказал, что Андрей Ильич, ну ты чё? Ты же жизни не знаешь, а когда ты не знаешь? После этого вся школа на протяжении многих лет эту фразу повторяла в разных вариантах. Уже никто не помнил, откуда она взялась, кто-то первым сказал, в каком контексте и т.д. и т.п. Но праздник жизни не знаешь, она того. Самое главное – не вытащить патент и разбираться в том, как жизнь реальны и устроят. Чего я вам, значит, всячески желаю. На этой оптимистической ноте мы сегодняшние мероприятия захочены. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.